Марина, с какими сложностями в области управления финансов сталкивалась ваша компания? Можно ли оценить те потери, которые несла ваша компания из-за этих сложностей? Несколько слов о нашей компании. Открытие недвижимости – профессиональный фидевелопер, который оказывает услуги сторонним инвесторам по реализации инвестиционных проектов. Нашими инвесторами являются мировые бренды, такие как Deutsche Bank, Anam, Star Capital и иные организации, которые предъявляют высокие требования по мировым стандартам к деятельности организации, к отчетности, к оперативности, к качеству. С 2004 года мы сотрудничаем с компанией «Инталев», мы купили программный продукт корпоративный менеджмент, сами произвели настройку, сами отладили процессы, прописали инструкции и, в принципе, работали. Но существовало ряд проблем и недостатков. То есть проблемы были еще и с пониманием сотрудниками своей ответственности в этом процессе. То есть кто является центром финансовой ответственности, кто отвечает за какие расходы, доходы. Регламенты, конечно же, были, но они не легли в понимание сотрудников достаточно глубоко. Как Ваша компания разрешала проблемы в области управления финансов, которые Вы перечислили? Вы использовали только внутренние ресурсы или привлекали внешних консультантов? В 2008 году мы решили войти в проект о совершенствовании нашей системы финансовой отчетности и учета и привлечь профессиональных консультантов. В общем-то мы провели еще раз тендер, поняли, что нам необходимо ориентироваться на показатели цена-качество и на срок, и на результат. То есть не стоит увлекаться процессом, поэтому мы решили привлечь также компанию «Инталев», которая обладает опытом в девелопменте, в автоматизации процессов девелопмента и воспользоваться опытом уже осуществленных внедрений. На данный момент мы завершили внедрение и достигли существенных результатов. Пожалуйста, расскажите об этих результатах. Какие эффекты получила Ваша компания от внедрения системы управления финансовыми? Мы достигли оперативности, достигли создания красивой и понятной отчетности, которая пригодна как для инвесторов, так и для акционеров. Мы формируем ее в кратчайшие сроки, то есть кэшфлоу у нас готов на следующий день после отчетного дня. За предыдущий период PL у нас формируются тоже минимальные сроки. Мы воспользовались плюсами AllApp-системы и формируем отчетность в красивом презентабельном виде. Информация вводится в одно окно, то есть не нужно дополнительного введения информации. Из этой информации формируется бухгалтерская отчетность, управленческая, дорабатывается МСФО отчетность, формируется также с использованием общих данных. И инвестиционная отчетность для инвестора тоже формируется, исходя из этих данных. Достаточно оперативно. Почему Вы считаете, что нужно привлекать внешних консультантов для постановки системы управления финансовым? Причина в том, что, конечно, организация очень может долго пыхтеть и пытаться самостоятельно разработать какие-то методики. В организации даже могут быть очень умные сотрудники, которые могут написать целый научный труд и так далее, но это занимает очень много времени. То есть есть отработанные методики, уже внедренные, опыт, им стоит воспользоваться. На что нужно обратить внимание при выборе поставщика услуг по финансовому консультированию и автоматизации? Чтобы поставщик услуг не увлекался процессом, а был нацелен на результат в кратчайшие сроки. Спасибо, Мария. Продолжение следует...